Имби Волт представляет Алхимия Тайцзи Цуань Искусство пурпурной бабочки Короткая форма тайцзы с веером, 15 движений Однажды Джуань Цзы приснилось, что он беззаботно порхающая бабочка И он наслаждался от души, не осознавая, что это всего лишь сон Пробудившись, он был обескуражен и не мог понять, снилось ли ему, что он бабочка Или это бабочке теперь снится, что она Джуань Цзы Это и называют превращением вещей Тогда как между тобой и бабочкой непрерывно существуют различия Тайцзы Цуань с веером, также известное как учение пурпурной бабочки В даосской традиции называется искусством собирания внешней эссенции посредством веера Или искусством собирания пяти внешних наполнителей Веер, согласно учению даосской школы высшей чистоты, является символом удачи И в практике китайского боевого искусства Тайцзы Цуань Он используется как инструмент, способный изменять внутреннее наполнение занимающегося Являясь также символом воскрешения, веер выступает инструментом для развития чувствительности тела Главная особенность работы с веером – это не столь выполнение различных форм Сколько развитие навыка соединения движения веером с усилием тела Первоначально, являясь одним из основных инструментов даосской практики Веер в первую очередь служит инструментом для алхимической работы Впоследствии различные мастера использовали веер все в новых и новых направлениях и практиках Но основную популярность в боевых искусствах он приобрел в стилях Тайцзы Цуань Искусство практики с веером уходит корнями в глубокую древность Однако традиционно принято соотносить это искусство с именем Джун Ли Цуани Одного из восьми даосских бессмертных Джун Ли Цуань был родом из города Сяньянь, расположенного в провинции Шаньси По одной из версий, повествующей о его жизни, Джун Ли участвовал в войнах против тибетских племен Во время одного из сражений он обрел озарение, которое привело его ко встрече с бессмертным Литигуаем Который наставил его на путь Дао Бессмертный не позволил Джун Ли одержать победу И тот был вынужден скрываться Странство по безлюдным землям, где его едва не настигла смерть Когда же дух Джун Ли был готов покинуть тело Ему явился владыка востока Цаньди, зеленый государь Который с помощью веера оживил война И оценив его необычайный внутренний потенциал Научил его собирать эссенцию пространства После этого случая Джун Ли Цуань занялся алхимией И постиг искусство превращения меди и олова в золото и серебро Основным инструментом для этого ему служил веер Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова